Итальянские гуси, утки, палевые обрамы, черные минорки с белыми серьгами в ушах, цесарки и фазаны. В хозяйстве фермеров Пуговкиных каждая курица – представитель довольно редкой экзотической породы. Всего в коллекции более 20 разновидностей домашних птиц. В прошлом году приобрели курь новой породы. На птичьем дворе появились курицы-кошки. Это китайская шелковая порода вместо перьев пух. Из живности на участке кролики разных пород. 10 коров, 6 телят. Гордость коллекционного хозяйства – кони. В этом году они показали хорошие результаты на Абаканском ипподроме. Вот это вот двухлетка, Дубрава. Это русская рысистая. А вот она, двухлет. А не эта, орловская рысистая. Вот прям в камеру лезет. И вот двухлет они у нас бегали в Абакане. Мы всех победили. Чемпионки с весны до осени. Мы всех победили. Здесь же красуется небольшая отара овец заморских кровей. С каждым годом подворье только разрастается. Фермерам ближе к душе развивать племенное хозяйство. Признаются, лучше продать петушка, гуся или ягнёнка на племя, чем на мясо. Хозяева считают, питомцы должны приносить радость. И только потом прибыль. Такими животными интересно заниматься. Очень много людей уже интересуется. И мы будем рады принять у себя, желающих посмотреть, желающих чем-то начать заниматься. Мы проконсультируем, мы поможем своими знаниями тем, кто хочет чем-то заниматься. В этом году в хозяйстве появился новый питомец. На покосе аграрии нашли раненую птицу. Степной орёл подрался с лисой. В результате повредил лапу и крыло. Пока совсем не поправится, ему отвели укромное место. В еде неприхотлив. Мы вообще птицей давно интересуемся. Мы с этими зверями и птицами уже давно знаем, что их повадки и аппетиты. И поэтому мы быстро с ним нашли общий язык. В планах фермеров поселить у себя во дворе экзотических животных щенков чернобурой лисы и страусов. К тому же сегодня супруги подумывают организовать экскурсии на свою мини-ферму для детей и взрослых. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.